Всем привет! С вами Аляска на Беридлаб. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни. Делаем о катаклизмах. Начинаем с Канады и смотрим частоту воздуха. И что мы видим? Что здесь я съехал из Британской Колумбии в Альберту. И мы видим здесь новый очаг в городке под названием High Level или высокий уровень. Его можно так перевести. И видно, что там минус один сейчас, но это не мешает здесь какому-то возгоранию происходить. И, соответственно, вот мы видим под долином распространяется дым. Также в Британской Колумбии продолжается здесь, да, в США вроде бы все нормально. В Южной Америке тоже все прекрасно. В Африке вообще все. Даже здесь вот в Алжире что-то есть, но это настолько мелкое, что даже это обсуждать не стоит. Так, ну вот интересно, что происходит также вынос воздуха с бывшего Аральского моря, бывшей акватории. И видно, что сюда вот пыль заносится прям мощно. До Пенза, Нижний Новгород, Казань. Ну и температура пока высокая. Здесь 11-8 градусов. Краснодар, Ростове плюс 15. Практически лето. Смотрите, Кривой Рог плюс 16. Киев плюс 15. В Москве плюс 9. То есть сегодня очень велика вероятность того, что побьются какие-то рекорды тепла. Но, однако, это ни в коем случае не связано ни с какими процессами потепления, потому что и прогностически это тоже ничего не несет с собой. Если вы вспомните историю Сталинградской битвы, откройте, посмотрите, то там был чрезмерно жаркий октябрь. Все отмечают, вот это немецкая хроника отвечает. А потом со второй половины ноября вдруг ни с того, ни сего ударили морозы, которые были больше месяца непрерывно. И, в общем-то, если вы почитаете дневники немецких офицеров и солдат, то там положение было очень печальное, потому что они были абсолютно не приспособлены к этому. Ну, давайте посмотрим теперь, что у нас средняя Азия. Здесь сегодня, кстати, в городе Алматы утром было минус 15 градусов. Как вам такое? Минус 15 в начале ноября. Ну, и, кстати, что сказать, что в Альпах тоже уже лежит метр снега. В некоторых местах 2 метра. И завтра будет открытие не просто лыжного сезона, как обычно, там где-то на высоте, там больше 2,5 километра. Нет, абсолютно все лыжные курорты завтра будут открыты. Вот, потому что снег лежит все, что выше 1200 метров. В общем-то, это небольшая высота для Альп. То есть, самое-самое дно долины только остались без снега. Вот думайте, что вам говорят в СМИ, какие вам картинки рисует художник. Вот, и что происходит на самом деле. Но в Сибири здесь все-таки, несмотря на то, что, смотрите, здесь минус 10, даже в Иркутске минус 8. А здесь продолжаются еще задымления. Даже вот на западе Якутии, на юго-западе мирно минус 16. И все равно в самом Якутске минус 14. Вот, здесь в районе Охотского моря все тихо, спокойно. Видно, что в Магадане минус 4. Камчатки пока держатся минус 1. А вот плюс 1 даже. А в Анадыре уже минус 18. Уже 20-ка там преодолена. Так, в районе Хабаровска так и продолжается задымление Хабаровска. Благовечность, все, что вдоль Амура. И смотрите, что происходит в Китае. В Китае просто в качестве воздуха падает стремительно. Пекин задыхается. Вот здесь Шиньян. Вот, только вот юг. Юг Китая. Вот Кунь-Минь. Здесь еще более-менее так нормально. Юнань, вот провинции. Ну, и отлично, конечно, в Тибете. Там свежий воздух. А все, что касательно вот восточных, северо-восточных территорий. Кроме вот Южной Индии. И вот здесь еще у них и циклон какой-то в Индийском море. Сейчас можно наблюдать. Так, ну а мы с вами будем наблюдать сейчас, где какие осадки. Видим, что продолжается вот в Черногории. И отсюда вот идет вот такая полоса до Западной Украины. Осадков. Вот в Средиземноморье сейчас непогода. Кое-где дождики. Ну, вот у нас дождики идет сегодня целый день. Во Франции. Ну, основные вот Прибалтика. То, что мы прогнозировали. Прибалтика, северо-запад России. Санкт-Петербург, Смоленск. Все это сейчас в зоне. И кое-какие дождики, да, происходит в Восточной Европе. На севере вот здесь полоса такая снега. Вот. Ну, в целом очень тепло. В Архангельске плюс 7. Очень теплый год в этом году. В Архангельске прям прекрасный. Вот. Затем по Уралу, по Северному у нас снегопад. Ну, на Южном вроде бы плюсовые сейчас температуры. В Челябинске плюс 5. И видно, что даже Южная Сибирь сейчас получает тепло. В Омске 2 градуса. На Сибирске тоже потеплело. В Омске минус 5, минус 6. А вот мороз сместился в Восточную Сибирь. И снегопады. Вот Центральная Сибирь и на Западе Якутии. На Юго-Востоке Якутии. Ну, давайте дальше смотреть. Начинаем. Меньше чуть-чуть, чтобы лучше было видно. Здесь у нас вот у Индии циклон. На Юге здесь дожди сильные. Сильные дожди продолжаются в Индонезии. Видели, что там катаклизмы. А то, что мы разбирали как раз на Яве. Помните, здесь было таким прям бордовым цветом. Вот. Но вот такие процессы, к сожалению, происходят. Поэтому ничего с ними сделать невозможно. В Австралии происходит. Вот здесь прям через всю Австралию такой полосой идут грозы. Ну, и кое-где вот здесь на Востоке тоже отмечаются такие же явления. Так, давайте теперь смотреть. Фэрбэнк. Смотри, как похолодало. Минус 14. Ничего себе, там около нуля было. А вот здесь вот вообще минус 20. На севере Аляски. Да иван кориджи уже минус 6. То есть поехало все вниз. В Британской Колумбии здесь сильные дожди и снегопады. Но это не в том месте, не вот в этих местах, где происходят пожары. Вот. Поэтому это не помогает пока тушению пожаров. На севере-востоке Канады здесь тоже потихонечку. Вот сюда уже зима приходит. Видны снегопады. Минус 7. Вот. То есть зима берет свое. Уже начало наступление в ноябре. В Южной Америке, в общем-то, все более-менее нормально. Но в Бразилии вот кое-где сильные осадки. В Аргентине вот такая полоса из дождей. Смотрите, Чили наконец-то очистились от дождей. Но надо же. Первый раз мы видим, что у них наконец-то нормальная погода. У них сейчас май. Если перевести на северное полушарие, то у них сейчас майская погода. Так. Ну, а мы с вами давайте смотреть, что у нас ждет в ближайшие дни. Ближайшие часы, извините. Так. Ночью. Ночью вот хочется отметить вот здесь около Флориды, в США. Здесь какая-то вот прям вот неприятная такая ситуация. И вот к Ньюфаунину здесь подбирается. В Европе, в общем-то, хорошая погода. Здесь вот в Средиземноморье от кое-где дождики. Вот идет полоса от Балкан до практически до Печоры, до Северного Урала. Даже можно довести вот такая вот узкая полоса осадков. Ну, и кое-где вот здесь на севере, северо-западе России будут дожди. В Центральной Сибири будут снегопады. В Якутии тоже. И вот такая полоса тоже с снегопадами от Китая, получается, до Магадана. Практически непрерывно. Смотрите. Интересное явление, да, что осадки идут в виде таких полос. Вот. Ну, давайте посмотрим. Теперь завтра днем. Ну, вот на юго-востоке США, да, здесь проблемы. Вот этот циклон, будем за ним наблюдать, куда он идет. Здесь хвост циклона, который находится над Исландией, будет влиять на Ирландию и Шотландию завтра. То есть, принося непогоду. Ну, и в Средиземноморье здесь штормы. Смотрите, два шторма таких прям. И затрагивают даже Северную Африку. Так, ну, а в целом, в общем-то, мы видим непогоду на Урале. И вот здесь вот такая полоса через Поволжье идет. Ну, и продолжаются осадки в Сибири, в Южной Якутии. Так, давай теперь давление посмотрим. Давление у нас практически строго по широте идет везде. То есть, выше 60-й широты точно низкое давление, ниже высокое давление. Ну, вот одно исключение. Это Скандинавия, здесь Прибалтика. Здесь за счет циклона у нас низкое давление. Если не какое-то высокое давление сейчас над Казахстаном, соответственно, это способствует установлению морозной погоды. Хотя, видно, что завтра уже центр сместится сюда больше в Китай, в Монголию. То есть, в Казахстане чуть-чуть поменьше. Хотя, вот это широтное распределение так и останется в целом. Смотрим теперь, это 14 ноября, уже практически середина месяца. Здесь будет высокое давление над всей Европой. Вот в западной, центральной Сибири, чуть не доходя до восточной, здесь будет область низкого давления. Затем в Якутии высокое давление в Восточной Сибири, Забайкале. Ну, и на Чукотке будет низкое. То есть, немножко характер поменяется по распределению давления. Теперь температура. Температура мы видим, что в Западной Сибири начинает прогреваться. Прямо вот так вот серьезно. Вот. Ну, в Восточной Казахстане здесь вот серьезный минус сохраняется. На Алтае серьезные морозы. Вот. Вокруг Байкала мы видим здесь, особенно в горах, прям такие серьезнейшие морозы. Ну, и в Якутии уже тоже устанавливаются такие прям приличные температуры. Давайте посмотрим, здесь 24 градуса. Вот. Но, причем это дневные температуры. 24, 24. Так, уже серьезно. Да, уже не какой-то детский лепет. Уже зима берет свои права. Так, смотрим теперь, что будет у нас в ночь сегодня. Ну, наверное, даже вот так вот. Будем чуть попозже смотреть. Ночь будет довольно-таки теплая в Восточной Европе за счет выноса от воздуха с юга, да. Но вот к Поволжью здесь потихонечку подбирает морозец и к Южному Уралу тоже. Вот. А так в Восточной Сибири будет все тепло. Центральный, Западный тоже, за исключением Альпы. Смотрите, здесь формируется очаг холода. Свой. Свой. Уже в Альпах сегодня за минус 10 была температура. И то же самое в Скандинавии, обратите внимание. Эти очаги, они могут персистировать вне зависимости от внешних причин. И обратите внимание, что происходит в Испании. В Испании, в Марокко начинают тоже образовываться очаги холода уже в начале ноября. Представляете, так кто-то подумал, поеду я в Испанию, погреюсь, а там очаги холода. Да, и завтра вот дневные температуры. Мы видим в Восточной Европе будет хорошо, в Западной Сибири на Урале. Ну, в общем-то, в Центральной Европе тоже нормально. А вот здесь вот в районе Испании и Северной Африки я бы не назвал это нормальной. То есть здесь, смотрите, для такой широты как-то рановато. И посмотрите, что в США и в Мексике происходит тоже. Особенно с северо-восток США здесь опускается такой довольно-таки серьезный морозный воздух. Ну, а в Сибири немножко вот оттепель, оттепель спешит, но надолго ли? То есть это, видать, кратковременное такое пока явление. Ну, давайте посмотрим с вами 14 ноября, что будет. А будет вот морозец, подойдет уже плотную к границам Белоруссии, Украины. Вот, Казахстан еще более-менее будет отогреваться за счет южных потоков. И юг России будет тоже находиться в плюсе. Зато посмотрите на Центральную Европу. Здесь Чехия полностью в морозе, Словакия, Австрия. Вот, Восточная Германия вся в зоне мороза. И на Балканы тоже идет. Ну, а сильные морозы вот консолидировались в Якутии и подходят к Байкалу. То есть эти морозы уже за 30 глубоко. Ну, и в Скандинавии. В Скандинавии тоже меняется ситуация. Ну, а с вами был Алекс, канал Бередлабж. Отличное упражнение.